В здании детской школы искусств в станице Гостогаевская, где располагался один из избирательных участков, мощным порывом ветра сорвало кровлю. Затем хлынул ливень. Менее чем за час выпала полуторамесячная норма осадков. Глава города на месте принял решение о переносе участка в соседнее техническое здание. Сергей Сергеев отметил слаженные действия сотрудников полиции, спасателей, энергетиков и членов избирательной комиссии. Ряд избирательных участков в зоне охваченной стихии были вынуждены перевезти на питание от аварийных генераторов. Но непогода не помешала тем, кто думает о будущем, прийти на свои избирательные участки. Алексей Николаевич ждет от депутатов народных решений. Пример лучший стороны для народа. В городе днем процесс голосования не был омрачен тучами. Грозовой фронт обходил стороной, шла торговля, отовсюду слышалась музыка. Многие приходили на участки с детьми. Светлана пришла с дочкой Виолеттой. Это младшая. Старший сын в следующем году пойдет в школу. Я недавно только переехала, поэтому я пока обустраиваюсь. И пока мне все нравится. Ну, что-то лучше для детей, может быть, школы. Анапа – курортный город. Те, кто приехал на отдых, могли проголосовать по открепительному удостоверению, полученному заранее. Елена Сахалина. В Анапе 10 дней. Говорит, что нравится климат, море, фрукты, добрые отношения жителей. Вместе с тем, короткий перерыв на выборы – обязательная часть программы. Но, мне кажется, до каждого гражданина прийти и проголосовать. Депутат Госдумы 6-го созыва от ЛДПР Андрей Луговой вместе с супругой проголосовал в Анапе по открепительному удостоверению. Оценил и высокую избирательную активность анапчан, и в целом организацию выборного процесса. Я думаю, здесь все неплохо поработали, все партии, над тем, чтобы все-таки избиратель пришел и выразил свою позицию. А с точки зрения организации вообще нет вопросов. И концерт, и плюшки, и булочки, и все организовано, быстро, оперативно, без очередей. Поэтому, я считаю, все нормально у вас, так что молодцы. Для главы города-курорта оценка работы комиссии – задача первоочередная, а голосование – скорее небольшая передышка. Мне кажется, сегодня назрел момент. У нас есть позитивные подвижки во внешней политике. Но на сегодняшний день внутренняя политика. У нас на территориях командовать хотят все, а отвечает один. Я думаю, новый состав Думы, он на это обратит внимание. Потому что я проговаривал период агитационных мероприятий с людьми, и люди прекрасно все понимают. Вскрытие урны под счет голосов. Непогода неизбежно сказалась на явке. Оно не изменило главного результата. Выборы состоялись. Многие анапчане, а также те, кто часто бывает в городе-курорте, отмечают постоянные перемены к лучшему. В том числе и за такую стабильность проголосовали те, кто пришел на избирательные участки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...